Реконструкция трамвайных путей на улице Новосадовой на участке от Барбошиной поляны до улицы Нововокзальной вышла на завершающую стадию. Под путями оборудована ливневая канализация, полностью заменена контактная сеть. Новые рельсы уже уложены на всех 12 переездах. Монтаж на остальных участках продолжается. По словам подрядчика, к 1 сентября движение трамваев по Новосадовой будет восстановлено. На время ремонта по улице Новосадовой запущен автобусный маршрут. График его движения установлен, исходя из потребностей населения. Мы вместе с перевозчиками отработали следующую схему, чтобы в пиковую нагрузку в будние дни интервал был примерно 5-7 минут, но в остальные, не пиковое время, где-то интервал 12-15 минут. Соответственно, в утреннее и вечернее время, когда идет максимальный вывоз наших пассажиров, мы стараемся интервал соблюдать. По словам главы города Елены Лапушкиной, на следующий год ремонт трамвайных путей продолжится. В следующем году мы продолжим эти ремонтные работы уже на втором этапе, потому что, конечно, это такая важнейшая для города транспортная сеть, которая перевозит достаточно серьезное количество пассажиров, и она должна быть, эта сеть, безопасна. Продолжается строительство дороги по улице 22-го портсъезда между Московским шоссе и улицей Новосадовой. Уже просматриваются очертания будущей трассы. Завершаются последние работы на коммуникациях. У нас сейчас, в принципе, сети переложены на 95%. Нам нужно сейчас закончить, мы сейчас подойдем, там монолитную камеру сделать, УТ-1, и завести уже горячую воду дальше, где она уходит за пределы нашего участка, границ нашей работы. Тем временем, на 22-го портсъезда на участке от Новосадовой до Солнечной решается вопрос об устройстве тротуара. Из-за близкого залегания тепловой камеры с учетом техники безопасности пешеходную зону из проекта убрали. Не все жители близлежащих домов согласны с таким решением. Альтернативный вариант с учетом интересов горожан будет найден, пообещала глава Самары Елена Лапушкина. Я знаю, что у нас есть жалобы. Люди думают, что это тротуар. Уложена такая ромбовая сетка, но по большому счету в проектном решении сам по себе тротуар не предусмотрен, поскольку там достаточно серьезная тепловая камера. Но в любом случае, я понимаю, нелогичность такого проектного решения. И, конечно, найдем, как этот тротуар продолжить и сделать его удобным для передвижения. Преображается бульвар по улице Чернореченской. Его обновление стало возможным благодаря двум нацпроектам – жилье и городская среда и безопасные качественные дороги. На сегодняшний день рабочие приступили к оформлению бульвара. Идет укладка нового покрытия на дороге, завершена перекладка сетей – газ, электричество, водо-теплоснабжение. Это впервые в городе такое произошло, что мы проект по комфортной городской среде одновременно проходим с заменой труб. Тем более, что на бульваре Чернореченской качество водоснабжения, качество канализации было очень низким, постоянно шли аварийные ситуации. И, конечно, некоторые неудобства жителям это доставило, но сейчас трубы полностью переложены. На финишной прямой и работы по реконструкции бывшего кинотеатра «Россия». В здании полностью завершена черновая отделка. В первом блоке мы приступаем на следующей неделе к чистовой уже отделке первого и второго этажа. За две недели заканчиваем. К 11 числу, к дню строителя, первый блок будет готов. В зрительном зале проведен свет и звук. Смонтирована механика сцены. На сентябрь запланирован монтаж кресел. До этого – работы по декоративному оформлению зала. После завершения реконструкции в здании будет базироваться молодежный театр-мастерская. Галина Топилина, Константин Головин. События.